Девушки отдыхают 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 в парке итак смотрим смотрим за игрой сегодняшних команд в процессе наблюдения за игрой я вам скажу по каким с кемом играют команды и где кто на какой позиции выступает в данных коллективах но вы знаете что два коллектива которые сегодня встречаются у них достаточно богатая история взаимоотношений это принципиальные были поединки когда команды находились на поле ну стоит сказать что с 93 года в сезоне 93 94 тогда еще выступала команда шинник именно тогда впервые встретились это было 10 ноября 93 года вот здесь вот на этом поле команда на поле динамо встречались эти два коллектива и тогда 1-0 победили победил коллектив бреста динамовцев бреста но после этого было сыграно большое количество матчей и я должен сказать что статистика сейчас выглядит совсем по-иному баланс встреч таков динамо брест белшина 11 побед у брещан вот смотрите уже опасно да но выносят защитники 21 победа у команды белшины и всего 13 ничьих мячи 50 на 73 это общий баланс чемпионатах вы видите попал мяч в лицо не ожидал очень сильный удар естественно судья должен остановить я еще не соблю до конца процессуальную часть формальную владимир ищенко из речицы судит этот матч ему помогает антон гусев и максим арабей из минска также четвертый запасной рефери влад голодухин из бреста и франц летяга инспектирует сегодняшнюю встречу тут много интриг будет но я хочу вам сказать что именно ищенко в бобруйске судил встречу до два года назад когда 70 проиграли наши футболисты ну вы знаете было два удаления там так вот проиграли нет нет чиж проходит прострел и что же да опасный момент вы сами видели но 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 это алекс лиандро торрес не дотянулся номер 23 смотрим дальше так вот возвращаясь к статистике надо сказать что на поле брещанцы ситуация выглядит по-иному видимо брестский зритель показывает влияние и ситуация такова 8 побед у брещанцы 7 побед у наших гостей 8 встреч завершились ничью 29 на 28 и голы пусть небольшой зазор но тем не менее положительный баланс вы видите у брещан как сложится сегодня ну интрига конечно велика начиная просто с элементарных совпадений я имею ввиду то что сегодня два вратаря может даже это не совпадение два вратаря сегодня капитанят да это первое такое наблюдение мы вы знаете группа игроков перешла из команды белшины вот в это трансферное летнее окно из команды белшины перешли в команду бреста ну вот даже на поле сейчас находится тот же никита букаткин да тот же за эль фамии и тот же леандра торрес тот же гаврилович а в то же время если мы взглянем на команду белшины то увидим сергея водяновича и ну если уже быть точным то естественно был в аренде сергея водянович хотя и воспитанник это брестской области да вот но и в то же время надо отметить что тот же и и денис дичко здесь находится ну еще ряд футболистов не хочу вас уже утомлять статистикой да то есть интрига есть второй момент если не так хорошо а пока тенденция к этому есть заиграли футболисты пришедшие в брестское динамо здесь в бресте в брестской команде то почему они не заиграли в белшине в бобруйске вот тоже вопрос конечно носящий наверное не только футбольный но около футбольный характер но и момент притирки здесь важен то есть интрига существует изначально даже можно окунуться в коллектив и спросить для футболистов которые еще до паузы находились в составе противоположных команд этот матч со своей бывшей командой принципиальный или нет уверен они скажут что по будей пытался сейчас прорваться извините чиж пытался прорваться зоне левого инсайда не получилось его сбили и вот вы видите два игрока чиши торрес у мяча до маленький торрес эльчино китаец это кличка еще пошла со времен с его родины когда он играл в аргентине да и вот подача и кто же это это мощный куя те верит в него сергей ковальчук опять выпускает в старте вторая стартовая игра вы знаете что в матче так вот именно этот игрок был и на сборах когда ездила команда в польшу да зарекомендовал себя там прекрасно в игре с егелонией ну и вот поэтому сергей ковальчук его и ставит состав то есть проверен до проверен игрой в товарищеских спаррингах но вот смотрим за этим опасным моментом и что же назаренко он любит подключаться опасный момент опять на мяч шелку это выбивают выбивают защитники должен на этот мяч и что же друзья а вот а вот у брещан да начало конечно обещающее вроде бы нету таких стремительных атак пронизывающих атак на ворота той же белшины но что интересно и что надо отметить команды разыгрывают мяч и потом наступает взрыв мне сразу напоминает эта ситуация чемпионат мира в мехико восемьдесят шестом году когда стояла несусветная жара и команды вот так вот играли неспешно неспешно а потом резко взрывались вот что-то похожее да вот впервые я столкнулся с таким стилем игры именно там но сейчас конечно же новые команды давайте скажем честно и команда белшина и команда динамовцев бреста вот малыш торрес напомню 166 сантиметров что сделает куэте куэте пробрасывает себе мяч прекрасно по моему это турлин да именно он сегодня играет в защите вместо жевнирова не вижу какой номер да нет это зинович который еще в пятнадцатом туре выступал за брестская динамо это именно он шпагате стелился и выбил мяч и куэте вы знаете интересно что зинович выступал еще за брестская динамо играл в одной команде даже с куэте когда к нам приезжала дублирующие под основа динамо московского вот бывает как футбольная судьба а сейчас смотрим за угловым который динамовцы подают вы видите чиж но это его хобби все стандарты угловые исполняет именно чижга вот показывает что это идут обозначение идет передача на переднюю штангу отличная комбинация блестящий удар и вера сергея ковальчука выдрису куяте но давайте послушаем как поддерживают как брестский зритель поддерживает своих любимцев свою команду но мы вернемся и скажем что же мы наблюдали с вами мы наблюдали первый вариант чиж потом по моему пошла пятка фамиге и мощный атакующего типа таранный форвард куэте и дриса куэте нападающий сборной молодежных командах он играл код дивуара 91 года рождения именно он протолкнул этот мяч он может поверьте игрок может оттеснить я видел следил за тренировках на тренировках может корпусом оттеснить защитника завладеть мячом и пробить ну что ж блестящее 1-0 команда динамовцев бреста выходит вперед 17 минута если мне извините 12 минута вот смотрю на монитор работает у меня монитор ну конечно мой взгляд весь на поле угловой угловой подают наши гости футболисты бобруйска внимание идет подача на ближнюю штангу а показывают я вижу 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 тренерский штаб тренер главный тренер разводит руками и говорит а что же если это не рука но вы знаете да возможно я допускаю но игры рукой не было мяч попал в руку ну вы видите в белых цветах сегодня динамо брест только бреста поддерживает большая большая зрительская трибуна фанов она заполнена я смотрю здесь у меня за углом пришлось встать в комментаторской раз два три четыре пять шесть семь восемь порядка десяти человек двенадцати футболистов белшины назаренко проходит отдает чижу что же не было нарушений игра продолжается хорошо хорошо тоже в темп играют футболисты белшины пасуют на центр и и мы смотрим спину надо ставить спину и что же и ничего ничего опасного кирилл шрейтер вы знаете что он тоже поиграл воспитанник брещены тоже поиграл он в команде в двенадцатом году по памяти так говорю выступал он из обрезка и динамо а а а а а идет борьба и в этой борьбе пока одерживают а вверх нет хотел сказать футболисты белжины но нет четко отобрали этот мяч футболисты бреста и начинается дальше атака мяч ушел в аут вы слышите поддержку любопытен новый такой феномен вчера на фесте говорили о том чтобы западная трибуна та которая с крышей которая выше и больше то есть где сидят выражаясь футбольным языком кузьмичи чтобы они поддерживали точно так хлопками зачинателей фан движения и вот сейчас вы знаете это наблюдается смотрим чиш с мячом что же он сделает он отдает назад торресу двадцать третий номер малыш торрес великолепная передача в стенку и что же торрес удар будет да бьет нет 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 побудей вадим нет надо было бить сразу пока не успели защитники сместиться надо было бить слева не подстраивать но под ударную правую но это опыт вы знаете молодой игрок в декабре родился месяце девяносто четвертого года вадим побудей хотел сделать как лучше а здесь важна была темповая атака левый фланг левый что же смотрим белшина опять идет поддержка ну зинович отдает подключают вратаря бориса панкратова воспитанник могилевщины да вот сейчас посмотрим что же он сделает он показывает друзья идите-ка вы все вперед я выбью а там поборемся и что же и да вы видите как шрейтер он всегда отличался ударом головой когда в бресте играл тоже что он и продемонстрировал сейчас ну да можно под за такой удар сзади по ногам вполне желтая карточка и что же владимир ищенко решил пока ограничиться просто словесным убеждением предупреждением кому как нравится и в а вот он сейчас отдал дмитрий аснину и что же мы смотрим смотрим за это за этой атакой идет борьба и и и и и отлично чиж Конечно опасно Букаткин молодец Как он чувствует игру, вы заметили? Неудобно было ему бить Тем не менее, если бы получилось Было бы великолепно Видит, что еще не успели сместиться назад Защитники перекрыть свои зоны Вратарь тоже ближе находился к правой штанге И последовал сразу удар К сожалению, удар из опорной зоны Не принес успеха Мяч срезался Но сейчас Нарушение правил Я смотрю вот за схемой Такое впечатление, что Динамовцы играют ромбом Опять, ну посмотрим Иван Жасткин Надеюсь, правильно ставлю ударение Четвертый номер А это уже наш четвертый номер Алексей Гаврилович Если будет удар Нет, удара не последовало А знают, знают, как может пробить Если дать паузу Дать время и дать пространство Нашему Максиму Чижу Он пробьет И пробьет классно, конечно же Букаткин Уверен в себе Вы видите, как классно И что же, что же Его левая, левая, левая Максим Да Опять он с мячом Я смотрю, футболисты Футболисты Белшины Сейчас все на своей половине Да Идет передача И вот Авраами Это Футболист с румынским Чуть-чуть Вы знаете, очень аккуратный Футболист Я его Прекрасно видел На сборах Видел в этих встречах Техничен Ну вы знаете, что это Румын грузинского происхождения И очень аккуратен В обработке с мячом Но сейчас Вот когда он Хотел этот мяч сбросить Вперед Споткнулся А землю Упал И поэтому Получилась вот такая потеря Благо Для Брещан Все нормально Ну я смотрю Вот за футболистами Белшины Вы знаете, что Они играли В пять защитников Предыдущей встречи Но еще Здесь Вот по той Картинке Внимание Куяте Отдает удар Удар Да Шикарный удар Последовал от Торреса Мяч Можно сказать Практически Облизал Перекладину Но выше Наро Выше ворот Извините Ну что ж Борис Панкратов Именно он Сейчас Вводит мяч В игру 82-го года Очень опытный Кипер Поиграл во многих Командах А вот сейчас Бобруйчане Ну у них сейчас Вы знаете Достаточно Тяжелая ситуация Я хочу Напомнить Напомнить Турнирную таблицу Брещане На данной Перед данным матчем Находится на 12-м месте У них 18 очков И они отстают От Гранита На 11-м На 2 очка У Гранита 20-м В то же время Команда Белшина На 14-м месте Ну все Это из 16-ти команд Вы знаете У нее 17 очков Ну а на 3 очка На 15-м и 16-м Нафтан Неман идет А Белшина 13-е и 14-е Делят по сути дела Со Слуцком Да То есть Подпирают нас Очко разницы Это не раз уже бывало Когда команды Либо в середине Либо в конце Турнирной таблицы А сейчас смотрим Чиж с мячом Будет ли он резать Да режет Великолепный пас И что же Какой момент Просто шикарный момент Вырезает пас Нежадный Максим Чиж И я должен Констатировать Что наш нападающий Жоэль Фомие Бьет Но опытный Борис Панкратов Отбивает этот мяч Да Шикарный момент И блестяще сыграл Вратарь Угловой Букаткин с мячом Молодец Боец Боец Вы видите Извинился перед своими Бывшими коллегами Да За достаточно жесткий футбол Но Как и к игроку К этому конечно же Футболисту Претензий Быть не может Импонирует он Своей Самоотдачей Видением Поля Дирижерством В хорошем стиле Этого слова Лидерскими Качествами А ведь мы с вами Можем отметить И должны сказать о том Что это игрок Достаточно Молодой Да Ведь он 88-го года Казалось бы Еще недавно выступал На молодежном чемпионате В рядах Георгия Кондратьева Команды Ну смотрим Шикарная поддержка Сквернюк подает Идет подача И что же Однате Получите Это Кирилл Шрейтер По прическе вижу Именно он Поражает ворота Брещан И счет уравнивается Ну что ж Мы с вами В предвкушении В предвкушении Действительно Шикарного Матча 1-1 Не уследили Не уследили Это пожалуй Первая Серьезная ошибка Защитных Редутов Брещан Ну если не считать Момент Когда защитника Батеу упустил Игорь Тиманюк Пожалуй Первая Такая Серьезная ошибка Ну или вторая Как угодно До этого Защитная линия Играла четко Внимательно И без огрехов Можем сейчас Вспомнить момент Джоэля Можем Сто процентный момент Но поверьте мне Момент и будет Конечно Я вчера был На матче дублеров 4-0 Даже сбился Со счета Мне казалось Что 5 Даже Оговаривали После игры Говорю Да по-моему 5 Нет 4 Но Вы знаете 4-0 Завершился матч Но в начале Второго тайма Было 4 выхода Один в один С вратарем И только Пятый выход Завершился Успехом И поверьте мне Что-то есть Общее В сценарии Этой игры Но может быть То что одна команда Давит Вторая играет На контратаках И Сегодня Это не Последний гол Заверяю вас Еще голы будут Команды Дают играть Они играют В атакующий футбол И хотят Как одни и вторые Победить К тому же Как я вам уже Приводил статистику Команда Белшины Достаточно успешно Играет в Бресте 8 побед у Бреста 7 побед у Белшины Согласны? Итак Шрейтер Борется за мяч Выигрывает Но тут же Хорошо Побудей вернулся Подстраховал И уже Аврамия Ну Насколько я вижу По команде Вот сейчас Еще раз Перепроверю 4 2 3 1 Такая у вас Схема У команды Белшины И 4 3 3 Играет Команда Бреста Побудей Побудей Может Нафинтить Он Одного Второго Обыграть Но Наблюдаем Наблюдаем Следует Передача На Чижа Такая диагональ Перехватывает Ее Тут же Вездесущий Торрес Отдавал Чижу Он с мячом И убьет Да 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 Вы знаете Я вам могу сказать одно Положил корпус Максим уже Классно Но он видел Что бежит Защитник И если бы он Дал чуть-чуть Ниже опуститься Мячу Защитник бы Перекрывал Он рискнул Не получилось Но Молодец Чуть выше ворот Ну не чуть Но выше ворот Пошел мяч Борис Панкратов Выбивает Все игроки В центре круга Кто завладеет Мячом Смотрим Вместе с вами Да Между ног Прошел мяч И вот сейчас Мы с вами Видим Попытались Футболисты Белшины Правым флангом Именно через Игоря Ясинского 90-го года Этот игрок Да Пройти Попало В ногу Нашему футболисту И вот сейчас Белшиновцы Будут Подавать Угловой Вы видите К мячу Подходит 14-й номер Шевчук И вот он Вешает с правой ноги Уходящий мяч Но сейчас Уже грещане Аккуратно Наблюдают За этим мячом Фамия пытался Видел Молодец Видел Хотя стоял Спиной Да То что Куяте Набирает Скорость Фамия Не стали приглашать А уже готова была Медицинская бригада Белшина Цеп Бросится Помогать Своему Футболисту Нет Отдает Брещане Мяч Белшине И Герасимов Герасимов Левым флангом Начал Атаку Следует Опять Поддача Опять Вот Кирилл Шрейтер Пытался Сейчас Зацепиться За этот мяч Но не получилось Боюсь Может быть Вторая Желтая Карточка Да Да Вы сами видите Засрыв Перспективной Атаки 57 Номер Команды Наших Гостей Гречишко Получает Павел Горчичник Горчичник Аплодисменты Павел Горчичник Перд bacter Павел Павел taraf Павел 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 Слышу барабанщиков Брещан, да? Такой гренадерский, боевой, маршевый проступ на барабане. На Кирилла Шрейтера, аккуратно действует защитники. Побоялся получить травму сейчас по будей, но и уходил у них. Асимметричное такое движение было с футболистом Белшины. Заброс, диагональ. Чуть поздно Идриса стартовала, вот вы видели, не успел. Панкратов прочел этот момент и вышел вперед. Выбивают футболисты Белшины. Этот мяч правым флангом переведут на левый, видимо. Вот сейчас хорошо видна схема. Четыре защитника, два опорника и три. С острием четвертым. Линия атаки футболистов. Команды Белшины. Да, не зацепился Торрес за этот мяч. Леандро Торрес, аргентинский футболист 88-го года. Вы знаете, занимался вместе в Месси, а не с одного города. На год старший Леонель Леандро. Вот, и он заверяет в прессе, что если бы Месси меня увидел, мы встретились, он бы безусловно меня узнал. То есть говорит о том, что на поле были у них единоборства, были стычки. А, конечно же, молодежная дружба, молодежное противоборство, оно запоминается. Отмечает, что уже тогда выделялся Месси своими игровыми качествами Леандро. Поддержка. Ну что, смотрим. Новичок, вы видите, 97-й номер. Это 97-го года. Нарушение правил. Внушение будет. Внушение, да, идет. Опять гречишка. У него уже есть желтая карточка. Поэтому арбитр так это, между делом, сказал сквозь зубы что-то Павлу. Но он и сам понимает. Это не грубый фолл был. Скорее тормознул просто атаку Гречан, которая могла получиться. Опасно. Очень опасно. Да. Красивый сегодня футбол. Есть противоборство, да. Встаю, чтобы посмотреть, как будет идти подача. Ну, я уже думаю, не стоит вам напоминать. Вы и сами знаете, кто у мяча. Если бы это был радиорепортаж, вы знали, что это Максим Чеш идет подача. И защита Белшины поднимает этот мяч. И фуллбэк выбивает его по правому флангу на Игоря Ясинского. Но на чеку наши полузащитники. Полузащитники Брещан. Адриан Аврамия смотрит, кому можно отдать. Очень грамотно. Полузащита и защита. Опустилась Белшины. Практически нету свободных зон. Вы знаете, вот против такой защиты, когда опускается группа атаки на свою половину. Вы видите, Шрейтер поднимается. Вроде бы все нормально. Подбор. Да, есть подбор. Так вот, если защитники так опускаются, нету свободных зон. Очень важно. С левой ноги бил, но не сильный не получился. Удар не успел, он развернуться. Поэтому не получился удар с левой ноги с широкой амплитудой. Не сильный получился. Так вот, возвращаясь, то, с чего я уже начал говорить. Очень важно, чтобы игроки линии нападения, в данном случае Брещана, обладали индивидуальным мастерством. Ну, вы знаете, Жуэль, Фамие, Торрес, Куете, они обладают, Чиж, они могут, Апобудей обладают индивидуальным мастерством. И поэтому надо брать инициативу на себя, обыгрывать. И тогда потянется, вы знаете, как карточный дом. Вот когда ты одну карту сбиваешь, да, и потянулись, все валятся. Так и здесь. Выйдет на подстраховку один защитник, освободит зону. Останется уже наш форвард свободен. И понеслось. Поэтому индивидуальное мастерство здесь очень важно. Прочел этот эпизод Кирилл Шрейтер, но также аккуратно сыграл и Никита Букаткин. Он видел периферийно, да, что пошел уже. Перехватывать не получился у Павла Назаренко. Сейчас удар в штрафную. Было нарушение. Позволю себе сказать, очень грамотно подставился сейчас Адриан Аврамия. Вы знаете, очень умный игрок. Вот он видит, он идет на этот мяч до достаточно приличной скорости. Что получается? Он этот мяч, по сути дела, забирает в борьбе. Он первый на мяче, но после того, как он его зацепит метр до боковой линии, он наверняка уйдет, этот мяч. И, понимая это, он чуть притормаживает, позволяет выдвинуть ногу игроку Белшины. Есть фолл, хотя мяч уходит, но остается. Адриан Аврамия уходит за боковую, но штрафной мяч у Брещан. Молодец. Вот он. Адриан Аврамия. Да, я вот смотрю сейчас, вижу ту же картинку, что и вы взглянул. Ну, трибуны заполнены, я думаю, тысяч пять железно есть. Ну, конечно же, это мое субъективное время, моя субъективная точка зрения, мое мнение. То, что вот я увидел вместе с вами. Вы можете со мной и не согласиться. Посмотрим в протоколе. Зинович у мяча. Вот еще, как будто услышали, меня еще показывают, да? Вот видно, за этими стеклышками мы и сидим. Нам ни погода, ни помеха. И угловой. Всегда Белшина отличалась. А вот картинка брестских зрителей. Трудно сказать, сколько они расположились на шестом и седьмых секторах, да? Человек триста наверняка есть. И вот сейчас идет угловой, и, как вы знаете, его подает Шевчук. Следует подача. Удар. Мяч летит высоко выше ворот, скажу так. Тавтологически. Заброс. И что же, нету вне игры. Хуя-тэ с мячом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, уважаемые друзья. Все-таки с опозданием. Но. Лайсмен, скажу старыми понятиями, да? Помощник главного арбитра. Зажигает. Ложок. И вне игры. Борис Панкратов с мячом. Но сегодня не отметить я просто не могу. Вы знаете, что, если не считать телевидение, возьму на себя такую смелость категорично сказать. Брест, новичок в нашем интернет-телевидении, в медиапространстве нашем, которое охватывает 16 клубов и часть первой лиги. Мы впервые и мы первые транслируем эту картинку с четырех камер, подчеркиваю. С четырех камер. Вы можете нас смотреть и на Ютьюбе, и на нашей страничке. Милости просим. А также, надеюсь, я не заходил, идет и картинка на сайте Белорусской Федерации Футбола. Вот такая вот у нас сейчас ситуация. По сути дела мы предлагаем вам продукт, видеопродукт, надеюсь, озвученный надлежащим образом. Новый продукт, который отличается от других и в других командах. Ну что ж, я горд, я думаю, вам это доставляет удовольствие. Хорошо, и что же, и что же, Букаткина подключили. Конечно, будет через... Никита умный игрок, он сейчас поддержит, растянет, переведут через фланг. Не получилось. Было нарушение, был контакт, безусловно. Пусть такой небольшой фолл, хотя вы можете мне сказать, ну как так небольшой, фолл есть или нет. Это как шутят по поводу, девушка беременна или не беременна. Да, так и здесь. Но я в плане того, что не было практически усилия, да, просто соприкосновения. Но это действительно фолл. Но легкий. Итак, Дмитрий Аснин, уверенно, вы знаете, этот... Нет, не буду говорить. Боюсь сглазить. Тоже все-таки, как бы там ни было, я брещанин, коренной брещанин. И Дмитрий Таков, о вратарях будем ничего не говорить во время игры. Следует подача по игровым эпизодам. Да, будем оценивать, а вот давать какие-то характеристики и оценки сейчас нет. Смотрите, как классно. Ведь он был спиной и отдал этот мяч. И что же. Ну что ж. Отдаю должное брестским защитникам. Видели, чувствовали, что это квалификация. Сколько я уже поломал копий во время комментариев, когда говорил о том, что бегут, закрывают просто зоны и сосредотачиваются на этих зонах. Или наоборот, просто-напросто бегут по игроку, не обращая внимания на зоны. Вот здесь квалификация состоит в том, что закрывали зоны и видели игрока. Итак, подача с левой ноги. Это уже не Шевчук. Выбивают мяч, а вы знаете, опасны вот эти стандарты команды через фланги. Через фланги надо отдавать. Если пришло к нашему опорнику с правого, надо было переводить, естественно, игру на левый фланг. Абрамия, смотрите, прочел, выбил. Контр-атака тормознулась. Ну, немножечко успокоилась игра, да. Выбросили мяч, идет борьба за этот мяч. И вот сейчас Жоэль, правильно, вот некоторые меня спрашивают, как правильно говорить. Скажу вам, что верно, Жоэль Фамие. Ганский футболист. Один, я уже говорил, и Триса Куяте из Кот Дивуара, а Жоэль Фамие из Ганы. Молодой футболист, 95-го года рождения. Извините, сам оговорился, 97-го года рождения. Жоэль Фамие. Вот сейчас Алексей Иванов, воспитанник минского футбола. Уже упоминал я, тоже молодой. Видите, несмотря вот такой сплав зрелых, нет, не так опытных футболистов. Зрелые это уже, пожалуй, после 30-ти. А у нас я вот сейчас пытаюсь, ну, Дмитрий Аснин можно назвать. Хотя для вратаря 32 года, да. Это тоже, наверное, или рассвет, или близко к этому. А так кто? Букаткин, Торрес, 88-го года. Ну и все, пожалуй. Это опытные футболисты, а остальные все молодые ребята. То есть команда молода, команда перспективна. Ну, вы знаете, что и у Белшины после того, как ряд игроков ушел, тоже добирали футболистов. И тоже, в общем-то, с миру по нитке тоже достаточно молодые ребята. Можем выделить только Дмитрия Турлина, 85-го года рождения, да. И, пожалуй, все. Ну, что, Игорь Ясинский, если считать 90-й год. А так тоже ребята моложе, чем 90-й год рождения. Так что вся борьба впереди. Молодежи свойственно. Задор, пыл, желание победы, но могут быть и ошибки. Гаврилович выбил на Дмитрия Аснина. Он выносит этот мяч. Вы видите, минута осталась. Рефери показал это. Ну, давайте подытоживать. Больше нет у меня статистики. Я не могу сказать ничего в отношении статистики. Могу выразить субъективное мнение. Наверное, если били, то ненамного больше Брещани. Больше, безусловно, острых таких подмоментов. Вы помните, было у Брещан. Но просто подходы, которые могли увенчаться, были у той успехом, были у той и другой команды. Территориальный это факт уже. Брещане играют первым номером. Они взяли на себя инициативу. Но Белшина, играя на контратаках, очень остра и особенно очень опасна со стандарта. Пока перерыв, друзья. Давайте с вами передохнем и через 15 минут снова выйдем в эфир. Ну что ж, друзья, возвращаемся в эфир. Вы видите, что команда уже вышла на поле. Видимо, Брещане получили установку. Смотрите, как классно сейчас. И скидка, растянули оборону. Следует удар. Да, Куитте пытался изловчиться, пробить, но молодцы. Защитники Белшины просто выдавили. Если я не ошибаюсь, это был Герасимов. И, насколько я вижу, возле боковой линии никого не было. Значит, замены не произошли. Все те, кто присоединился к нам сейчас, я для вас специально озвучу составы играющих сегодня команд. Мы динамо, мы решаем, эй, эй, мы динамо, мы решаем, эй, эй, мы динамо, мы решаем, эй, эй, мы динамо, мы решаем, 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 эй, мы динам Когда мы Динамо решаем, но в Бресте дома и не только, но прежде всего в Бресте фан-движение, брестское фан-движение может себе позволить. А учитывая в последнее время количество выезжающих болельщиков, а это 6 автобусов регулярно, посчитайте, 250 только организованных болельщиков и неорганизованных, и кто на своих машинах, на заказанном транспорте доезжает, какая масса болел из Бреста приезжают в другие города, и как они поддерживают свою команду. Нарушение правил. Вы видите, что Зинович подходит к мячу. Отдал своему коллеге по центральной зоне Герасимову. И вот сейчас по Будде и внешней стороной стопы, вы видите, выдает на Чижа, что он сделает. Хорошо, толчок в спину. Тоже молодец. Почувствовал, как надо сыграть в этой ситуации. Будет навес. Следует навес. Пытался, но не получилось укрыть мяч корпусом. Фомие выбили у него. И Торрес борется со своими бывшими одноклубниками, но незадача. В подкате футболисты Белшина выбивают этот мяч. Следует навес. И вот сейчас опасный, наверное, момент будет. Да, будет подача. И Борис Панкратов. Но просто замечательно. Вы видите, вначале такой рыбкой он просто дернулся. Выбил этот мяч. И уже когда головой брещане направили его в ворота, он поднял ногу и опять вынес его за пределы своей вратарской площади. Молодец. Ну вот мне принесли статистику. Я хочу вам сказать о том, что Динамо нанесло 8 ударов. Два из них в створ. Один гол, а второй момент, вы помните, когда вратарь отбил. Да, три, значит, удара были мимо ворот. И три было заблокировано. В свою очередь нарушение. В свою очередь футболисты Белшины пробили трижды. Один в створ, это гол. Да, и два мимо. По угловым 4-3 в пользу Белшины. Смотрим за этим моментом. На второй пас. Да, на второй темп. Великолепная передача. Последовала. Ясинский, по-моему, с левой ноги пытался навесить. Мяч срезался. Штрафные по 5 нарушений и 1-0, да. 1-0, но здесь карточки. Мы знаем, что две карточки еще плюс сюда у команды наших гостей. Дмитрий Аснин на ваших экранах. Сейчас он введет этот мяч в игру. По сути дела зеркальное отражение предыдущей атаки. Да, также левым флангом и также мяч срезается. Сейчас показали болельщиков команды. Белшины, да, там сейчас там 6. Вот классно. И что же сделают они? Да, да, это гол. Это гол, уважаемые друзья. И неужели это дубль? Я вам могу сказать только одно. Шикарная комбинация. И счет становится 2-1. И это неужели, Идриса, вскочили здесь зрители? Я не успел увидеть. Идриса Куяте. Да, это он. Кот Девуарский, нападающий Идриса Куяте. Именно Онор дважды сегодня отличился и дважды распечатал ворота Бориса Панкратова. Вы видели, как классно Фамие на фланге стянул на себя игрока, отдал в центр и оттеснил всех корпусом, подставил ногу и послал мяч в ворота Идриса Куяте. Да, блестящее. 2-1. Фамия с мячом. Что сделает Джоэль? А вы знаете, а вот здесь недопонимание. Идриса извиняется. Он бьет в ладоши, говорит, молодец, это я не прав, потому что он отдавал. На одной линии находились Ганец, Защитник и Кот Девуар. Представитель Кот Девуара. Если бы Идриса сделал два шага вперед, он бы этот мяч завладел им, взял бы его под контроль. Поэтому, понимая, что его недоработка, он захлопал Джоэлю. Прекрасные отношения между игроками. Вы видите, они понимают друг друга. 2-1. Это радует, счет радует Брестского зрителя. И вот те почитатели Белшина, я бью просто в ладоши, которые приехали сейчас. Пусть их немного, но Белшина не одинока. И это главное. Смотрите, а есть характер у Белшины вне игры? Вы обратили внимание на то, что футболисты Белшины здесь, вдвоем, возле штрафной, прессинговали игрока. То есть, вот эти ребята, они не смирились с этим поражением. И Белшина, это команда с характером. Если бы меня попросили сказать, то именно так. Команда с характером, от которой, выражаясь польским языком, всегда можно ждать несподянку. В каком бы составе эта команда не играла. И вот смотрим, левым флангом. Вот Шевчук, откуда левый защитник пришел. И вот смотрите. Ну что ж. Можно сказать браво. Два игрока Динамо сейчас лежат и требуют помощи. Во-первых, Дмитрий Аснин получил. И это чревато. Вы видите, подбежал Владимир Ищенко. Смотрит. Да, да, Побудей машет руком. Давайте, подходите. Шрейтеру делает замечание Ищенко. И лежит наш защитник центральный. Это либо Аврамия, либо Гаврилович. Аврамия поднимает. Да, это Аврамия поднимается. Все нормально. Прибежал Борис Панкратов. Вот он, на ваших экранах, автор сегодняшнего дубля. Ну, вы знаете, как говорят в хоккее, точно так же и в футболе можно сказать, что страж ворот – это половина команды. Поэтому, поэтому очень страшно, чтобы не было никаких травм. Вот смотрите, показывают напряженные лица Брестского фан-движения каждого, который находится. Все взоры устремлены в правую сторону. Они смотрят, что же будет с Дмитрием Асниным. Поднимется ли он или же, или не сможет продолжить эту встречу. Я пристал и наблюдаю, где же Влад Кужель. Будет ли он? Смотрю, кто, 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 кто. Нет. Артем Денисенко, номер один. Дмитрий Герман, номер 88. Роман Василюк, 10. Александр Демешко, 9. Александр Новик, 2. 5. Агар Симон Вероны, 62. Джохаргин Аргашев. Денисенко, если не изменяет, опять же, память. 98-го года, вратарь. Вы представляете, что это? Это молодой парень. Он, по сути дела, играл только за наш дубль. Являлся дублером в дубле. Сможет ли, будем надеяться о том, да, это сейчас проблема для брещан. Сможет ли вернуться в игру Дмитрий Аснин? Вопрос стоит резонно. Вы видите, доктор Александр Падута сейчас заморозку на ваших экранах на руку или на голову Дмитрию Аснину? Вот в чем вопрос. Закрывает Ищенко. Поднимается Дмитрий Аснин. Видимо, это... Да, будет играть. Вы знаете, обычно говорят, пусть лучше рука, чем голова. Но в данном случае Дмитрию нужны руки. Выбивает он мяч в поле и вступает в борьбу. Вы видите, Куяте выиграл эту борьбу. И вот сам же бежит. Бежит к Панкратову. Мощный, напомню, таранного типа игрок. Если он мяч получит в штрафной, очень-очень тяжело у него отобрать. Идет борьба. Небольшой в пределах правил толчок. В первом эпизоде, а во втором судья свистит. Торрес, считает он, толкнул в спину Ивана Жасткина. Бежал к этому мячу Сквернюк. Но, 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 не он будет его вводить в игру. Не Алексей Сквернюк. А мы видим, что это 14 номер. Правый защитник наших гостей Вадим Шевчук. Не получилось зацепиться. Классно пробрасывал. Вы видите, неудачно просто принял этот мяч Идриса Куяте. Вадим Шевчук отдает своему киперу Борису Панкратову. Смотрите, как высоко играют брещане. По сути дела прессинг, да, такой. Позиционный, но прессинг очень опасно. Надо сильнее, конечно, отдавать. Авраами, смотрите, прочел, да. Успеет вернуться. Ну, хорошо работает у брещан взаимостраховка. Ну, давайте быстренько уже пробежим. Обещал я вам о том, что скажу о составах. И затем упомяну о судьях, о судейской бригаде. Давайте с них и начнем, да. Сегодня судья в поле. Это Владимир Ищенко из Речицы. Ему помогают два помощника рефери из Минска. Антон Гусев и Максим Арабей. Четвертый арбитр это Влад Голодухин из Бреста. И Франц Летяга инспектирует сегодняшнюю встречу. Вы видите красные трусы и красно-черная форма. Да, Гетро тоже красный у наших гостей. Во всем синим играют футболисты Динамо. Итак, наши гости. 4-2-3-1. В воротах Панкратов номер 30. Я пофамильно буду называть. В центре это Герасимов номер 5 и Зинович. Номер 26. Турлин номер 20 и Шевчук номер 14 играют по краям. Гречишко с Жасткиным. Четвертый, 57-й в центре. Водинович на краю. На правом Ясинский, на левом. В центре, значит, Сквернюк и Шрейтер на острие атаки. Вот так вот выглядит состав Белшина. А сейчас посмотрим за этим штрафным и перейдем. Идет навес с левой ноги. И что же, Борис Панкратов забирает этот мяч. И быстро-быстро посылает правый фланг. А на правом, напомню, играет Дмитрий Турлин. Именно ему вбрасывал этот мяч. Номер 20. Борис Панкратов. Подача и мяч у Дмитрия Аснина. Брещане. Дмитрий Аснин, номер 64-й. В центре Авраамия Гаврилович, 65-й и 4-й, соответственно. По краям справа Назаренко, 13-й Иванов, 97-й. Перед ними Букаткин, номер 8. Чуть выше играет Торрес и 23-й. И Побудей, 21-й. Значит, в линии атаки это Куете, номер 77, Фомие, номер 20 и Чиш, номер 31. Вот так приблизительно выглядит ситуация у Бреста. Ну что ж, смотрим. Подача идет подбор. Вы видите, как Торрес устремился. И вот сейчас, сейчас Назаренко не дает Сквернюку. Нет, отдают. Дадут пробить? Не дали пробить. Опасно, друзья. Белшина. Это Белшина. Это команда с характером. Вот сейчас Вадим Шевчук. Идет подача. И что же? Удар по воротам, но на месте Дмитрий Аснин. Раз, два, три, пять уже игроков и два нападения. Вот сейчас подтягивается еще. Вы видите, в центре играет вот Чиш и Фомие, да. Замена. Замена у Бреста. Александр Демешко выйдет на поле. И он поменяет Вадима Побудея, который играет на левом фланге. Ну, сейчас, вы знаете, новая мода такая у тренерских штабов различных стран. Наверное, а-ля Рибери. Рубен, извините. Сейчас поменяется, когда игрок... Вот мы видим, Вадим Побудея уходит с поля. 21 номер. Благодарит он. И Александр Демешко. По позиции замена, судя по всему, никаких изменений не будет. Так вот, возвращаясь, Франк Рибери, когда, играя на левом фланге, смещается и бьет с правой ноги. И вот похожим образом играет и... Отличный удар! Вот это да! Дальний удар, сильный и, главное, точный. Но Борис Панкратов, опытного кипера, не проймешь такими ударами. Хотя, действительно, классный удар был. Угловой. Алексей Иванов бил. Уходящий... Уходящий мяч! Не удалось принять хорошо этот мяч. Гавриловичу. Да, вы знаете, даже если центральный защитник находится там, вы видите. И еще один хлесткий удар. И еще блестящий сейф Бориса Панкратова. Да. Игра, хочу вам сказать, изобилует остротой. Это радует зрителя. И замена. Вместо номера двадцатого Турлина на поле выходит номер пятьдесят пять. Это Александр Юшин. Ну, вы знаете, Александр Юшин, молодой воспитанник, говорят, подающий надежды. Поиграл и в московском «Спартаке» в дубле. Девяносто пятый. Я вот подумайте, сколько парню. Двадцать, двадцать один год. Не знаю, в каком месяце он родился. Но, 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 но. Пока он выходит на замены. Один из немногих, кто пришел в Белшину и остался в ней. Будет ли он прогрессировать? Посмотрим. Включились болельщики. Вы слышите, показывает, что были руки. Да, и согласен, согласен. Владимир Ищенко действительно игра рукой была. Он останавливает. Ну, кто идет к мячу, вам понятно, правда же. Шикарная поддержка, шикарное фан-движение. И вот сейчас Павел Назаренко, недавно он был в молодежной сборной. Была игра рукой, показывает рефери. Жоэль Фомие во время приема мяч отскочил. И в руку, и арбитр это заметил. Ну что ж, команды тянутся к середине поля. Борис Панкратов выбивает. И борьба идет. Брича не выигрывает. Но на подборе расторопнее оказались футболисты Белшины. Вбрасывают они этот мяч в поле. Сейчас вы видите. Подкатился Торрес под этот мяч, а это может быть опасно. Легкий Фомие. И вот что, идет забегание. Да, есть преимущество. Ай-яй-яй-яй-яй. Как небрежно, Жоэль. Безусловно. Вы смотрите, как пихает Жоэлю Букаткин. И правильно делает, господа. Букаткин вбегал в свободную зону. Там передача без брака проходила бы. Но уже вы видите, как сказали бы психологи, косность мышления. То, что ты уже наметил. Не смог свое сознание перебороть Жоэль. Ну, молодой парень. И поэтому отдал. Некачественно отдал. Поэтому такая атака загублена. А очень перспективно было. Левым флангом брещане пытаются что-то организовать. Пас Куэте. Что делает Куэте? Куэте врывается. И внешней стороной стопы подает на угол вратарской, куда врывался Александр Демешко. Не точно, но пробил. А вот внимание. Сейчас на поле появляется легенда. Легенда белорусского и брестского футбола. Под номером 10. Александр, извините. Я уже смеюсь. Смеюсь сам себе. Заговариваешься. Итак, попытка номер 2. Номер 10. Роман Василюк. Зрители бьют в ладоши. Приветствуют Романа и бьют в ладоши. Пуя Тейдриси. Знаковая замена. Центр-форвард меняет центр-форварда. Связь поколений. Связь двух континентов. Связь нападающих. Посмотрим. Вы знаете, мне стало интересно, по той же ли схеме будут играть сейчас футболисты Брестского Динамо. Я понаблюдаю. Смотрите, Демешко уже на правом фланге. Возьму на себя смелость и скажу так. Смотрите, как продрался. И что же? Да, 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 да. Блестяще. Все верно. Лучше передержать уже. И следует подача. Хорошо вырезают. Удар! Шикарный удар с левой ноги. Слета. В дальний угол. Если я говорю с левой ноги, вы догадываетесь, кто это бил. Правда же? Безусловно, это Максим Чиж, 31-й номер. Нью чуть-чуть, сантиметры, можно сказать. Мяч разминулся со стойкой ворот в районе верхней левой девятки Бориса Панкратова. Так вот, верхушечка сейчас будет выглядеть таким образом. Видимо, Роман Василюк будет раскидывать. Фомией и Демешко будут вверху. Вторым темпом выше Букаткина будут располагаться Торрес. Вы видите, и Чиж. Травма произошла и... Нет, нет. Уже просит войти, да? Войти в игру просит. Торрес с мячом вешает. И что же, пока ничего, да? На чеку защитники Белшины. Нарушение. Нарушение. Да, видите, точно так же, как я вам и говорил. Единственное, посмотрим... Ну, Василюк должен разбрасывать, как более опытный, как более зрячий. Возьмем так вот в кавычки. Ну, а можно и говорить и в буквальном, наверное, в буквальном, не знаю, но в переносном смысле, безусловно. Ну, как классно считает игру Торрес. Торрес увидел. Демешка с мячом. Что делает Александр? Не получилось вырезать этот мяч. Ну, тоже, тоже молодец, Александр. В темп пытался сыграть, но вы видели. Не столько спланировал мяч, сколько по высоте так пошел. Задержался, была пауза вверху. Борис Панкратов сумел сместиться и овладеть этим мячом. Получился бы такой резанный удар, тогда да. Вот Шрейтер на ваших экранах. Возвращается он. Ну, вы знаете, боеспособный. Мне было очень любопытно посмотреть на Белшину. Могу сказать, что команда явно с характером. Повторяю, они усвоили эту черту от своих товарищей, которые играли в другие годы. Да, и еще братьев Градобоевых. Команда 90-х годов. И надо сказать о том, что команда-то играющая. Не только характер. Бьется, играет. Опасны стандарты. Прежде всего, стандарты. Ну, мы знаем, что это Иван Жасткин. И выходит номер 18. Я беру протокол. Смотрю, кто же это. Это Кирилл Шакура. Вы знаете, он выходил тоже на 70-й минуте в прошлом матче Белшины. И вот сейчас он появился на поле. Тогда он поменял Кирилла Шрейтера. Сейчас он поменял Ивана Жасткина, игрока опорной зоны. И мы можем с вами констатировать, что эта ситуация гласит о том, что в нападении. В нападении, еще раз нападение. Главный тренер команды Виталий Геннадьевич Павлов не удовлетворен результатом. Он хочет зацепить эту ничью на выезде и поэтому выпускает, как вы видели, нападающего. Ну, естественно, выйдет, да. Дмитрий Аснин молодец. Хорошо в этом эпизоде вышел. Забрал этот мяч. В голос сыграл. Защитники расступились. Ну, а вот сейчас, вы видите, сейчас кричат Брест. Да, это уже... Насколько я понял, и западная трибуна поддерживает восточную. Контроль мяча на своей половине. И вот сейчас заброс на быстрые ноги Жоэля Фомие. Рассчитывают футболисты защитной линии Брестского Динамо. Но, 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 пока оббегал, ему там поставили такую небольшую блокировочку. Но в пределах правил, да. Александр Демешко борется. И что же? Ну, что ж, Вадим Шевчук, вы видели, пытался поставить схему, спину. Мяч остался, да. У футболистов команды Белшины. Идет длинный-длинный пас такой. Ну, численное преимущество здесь у Брещан. Ну, будем честны, дорогие друзья. Игра игрой, эстетика эстетикой. Вот сейчас пошла 76-я минута. Что мы можем констатировать? В футболе говорят, что важны последние, важны вот эти последние 15 минут. Именно они проверяют команды на психологическую устойчивость, на игровой потенциал, на выносливость, на физические кондиции. Вот это вот все то, что сегодня должны в оставшиеся 15 минут проявить команды. В свою очередь я хочу добавить, что, конечно, все это хорошо, но к этому надо добавить и тактическую зрелость команд. Ведь, что бы ни говорили эстетикой, эстетикой, но три очка завоевать, это очень важно в таком поединке. Поэтому интересно, напрашивается, естественно, извините, напрашивается более длительный контроль мяча со стороны Бреста. И, естественно, экстреметные атаки и удары по воротам, навесы со стороны команды наших гостей, команды Бавруйской Белшины. Вот растянули, надо перевести на заднюю, нет, бричане не соглашаются. Выбили сейчас мяч и вот вторым темпом что-то там произошло, вы видите. Еще раз просят повторить игроков, и они повторяют. Ай-яй-яй-яй-яй! Шикарнейший момент Александр Демешко создал! Жоэль, прыгай вперед ногами, и ты бы достал этот мяч! Вы знаете, у меня такое впечатление, что просто не ожидал, не ожидал такой передачи, Жоэль. Еще один можем ставить себе в плюсик, реальный момент для взятия ворот со стороны Брещана. А я напомню, что счет шаткий. 1-2. Вернее, 2-1, учитывая то, что хозяева Брещане. Счет скользкий, надо, надо, конечно, Брещанам, чтобы вот-вот, видите, какие удары, они чреваты. С дальней дистанции, если игрок хорошо приложится, это опасно. Послушайте сейчас, как болеют болельщики, извините за тавтологию, Брестского, Динамо. Вот показывают вам эту картинку. Ни один, ни один фан не сидит, смотрите. Ни одна белая майка не находится в стационарном положении. Динамика, динамика, еще раз динамика. И после этого я могу смело сказать вопрос, кто теряет больше энергии, фанаты или футболисты. Вы знаете, если коснуться немножко истории, то надо отметить, что вот первая встреча, которая здесь состоялась, я уже упомянул скользко. Давайте посмотрим за этим угловым, извините, за этим штрафным. Идет подача. Борьба нельзя дать ударить. Да, молодцы, молодцы защитники. И еще раз, видите, подбор. Далеко Фемии отпустил от себя мяч. Ну, это нападающий, вы знаете, пробрасывает и вперед. Но возле своих ворот желательно, конечно же, такого не делать. Так вот, если мы с вами обратимся к истории, я уже сказал о том, что 1-0, да, выигрывали первая встреча. Ну вот, 2-1 на табло у нас красуются вот эти именно цифры. И я пытаюсь посмотреть, когда такой счет был в Бресте. И нахожу, что в чемпионате 15-го года... Давайте посмотрим, чем завершится это все. Ну что ж, это был Алексей Гаврилович. Браво, Алексей. Не только позицию, но и игрока не потерял. Так вот, именно тогда, в 15-м году... Играли в сентябре месяце, 14-го числа, и 2-1. Брещане выиграли. Тогда у наших гостей Яцкевич отличился. А Василюк и Рожков у Брещан. Ну и, пожалуй, вот ближайший счет, какой был, это именно тогда 2-1. Не так давно. Извиняется, вы видите, за это столкновение. Играли перед Брещанами. Футболист Белшина. Ну и уже в атаке. Далеко-далеко отпустили мяч. Это сейчас чиж был. А я вот смотрю на монитор. 83-я минута пошла. 7 минут до окончания встречи. Да, но Белшина явно не выглядит... Не хочу даже это слово употреблять аутсайдером, но команда, которая безусловно будет набирать очки, чем дальше, тем больше, на мой взгляд, потому что эта сыгранность появится. И команда еще себя проявит. И что же... Вот после первого раза, когда он передернул, надо было бить, да, Торресу? Но он пошел дальше, и вот это было лишнее. Во-первых, успели сместиться защитники. Подключился еще тот, который был справа. И во-вторых, он сократил угол в 180 градусов. Он сделал его в 120. А это, естественно, облегчает работу киперу. Классно потянулся в шпагате, вы видите. Это все делает Джоэль. Смотрите, какая самодача. Вот только блокировочка и карточка. Нет? Ну, не знаю. А вы знаете, почему не хочет давать карточку арбитр? Не буду этот эпизод сейчас. Если повторят, я посмотрю. Не вижу, тянул он или не тянул. Но исхожу из того, что если тянул... Знаете, это был Павел Гречишко. А вы помните, что у него в первом тайме уже была карточка? А что это значит? И это значит оставить Белшину в десятером. Ну вот. Замена. И что же, мы видим под шестьдесят вторым номером. А вы помните, кто играет под шестьдесят вторым номером? Это игрок сборной. К менее, извините, так же Кистана. Это Джахангир Иргашев. Он уже однажды отличился, забил гол. И вот сейчас... Сейчас вместо Жоэля Фомие он выходит на поле. Замена по позиции. Хлопают, хлопают, хлопают брестский зритель уходящему Жоэлю. Доволен его игрой. Доволен его технико-тактическими показателями. Видно, что парень старается. И не забудьте, какого он года. Я уже вам об этом говорил. Это девяносто седьмой год. Воспитанник ганского футбола. Нет, не контролируют. Футболисты Бреста. Не лишают они удовольствия брестского зрителя. Они продолжают играть первым номером. Упала Назаренко. Мяч Паша может вбросить. В штрафную этот мяч он и показывает. Идите, идите. Я смогу это сделать. И смотрите, как игроки одни и другой команды пошли туда. Идет вброс. Борьба. И что же? Да. Видно было касание руки. Не видел, что арбитр не поднимал руку. Значит, ни игры не было. Но и там скидка головой была. Да, скорее всего так. Подача. Александр Демешко борется. Игра в корпус. Ну что ж, молодец, Александр. Борется до последнего. Вы знаете, что сейчас повязка кочует у наших футболистов. Капитанская. Изменился состав. Изменилась стартовая одиннадцатка. Сегодня, я напомню, Дмитрий Аснин. До этого капитанин Александр Демешко. И вот что же. Что же Торрес вырезает. Как он вкладывает этот мяч в ногу. Просто блестяще вкладывал Василюку. Единственное, я должен отметить, что очень грамотно сыграл защитник Белшины. В шпагате, в растяжке такой. Он этот мяч вышел за пределы поля. Он этот мяч сумел отбить, изменить траекторию. А так просто, скажу вам, вываливался Василюк. Един на един. Один на один. С Борисом Панкратовым. Смотрю на монитор и вижу, что восемьдесят седьмая минута на исходе. Время, время катится к своему концу, можно и так сказать. Время матча, если уже быть логически непротиворечимым. Время категория субъективная, но можем говорить о том, что она вечная. Да, поддержка для Брещан шикарная в таком матче. Это двенадцатый игрок. Было нарушение правил. Подтолкнули Эргашева. И вот сейчас, вы видите, навес. Демешко борется, ну, конечно же, высоко для Александра. Это же не гренадерского роста игрок. Хорошо Букаткин поборолся, вы видите. Нравится мне вот в середине, на своем месте. Вы видите, даже по составу он вытеснил Агара. Симона Агара, да. Очень производительно работает игрок. Классно видит поле, подчищает все. Действительно классно. Ну, перед вами вот сейчас проходят спонсоры, партнеры команды «Динамо Брест». Вы видите, и «Ауди», да. И «Джому», и «Компа», и «Локон». И я обязан упомянуть Брестский облсполком и Брестский горысполком. Ну, что ж, внимательно наблюдает за игрой Сергей Ковальчук. Наверняка он находит изъяны у своих подопечных. Это ничего не было, дорогие друзья. Владимир Ищенко. Напомню, 7-0 в его бытность, когда команда из Бреста проиграла. Напомню, что это было в 2014 году, 12 апреля, когда были удалены два игрока. 7-0. Сокрушительное поражение потерпели тогда Брещане, играя практически с 31-й минуты в меньшинстве. Нас было меньше на два игрока. Извините, что я так говорю. Все-таки работник клуба, и поэтому себя не отделяю от команды. Хотя вот именно в репортажах хочу и стараюсь быть объективным. Чтобы не чувствовался субъектив, привередливость в сторону той или иной команды. Ну что ж, Белшина выносит мяч. Да, игроки Бобруйска пытаются быстрее добраться до Брестских ворот. Вот вы видите, они спешат через фланги, через центр. Вот Вадим Шевчук отдает на Сквернюка. Он пытался прострелить, но уже наверняка силы покинули его. Была игра рукой. Да, да. И заметил это Владимир Ищенко. И мы с вами видели. Поэтому назначил. Уже упал, потянулся. Лежит у кого-то, свело ногу. Это, по-моему, не вижу гренадера. Да, это Авраамия. Именно у него уже свело мышцы. Сейчас наверняка потянут. Помогли игроку. Встать, встает он. Был контакт. Да, видно было больно. Незащищенное место. Вот обзор. Обзор нашего стадиона Брестского. В полном ракурсе. Хорошо отыгрался. В спину попал Александру Демешко. Этот мяч. Вот смотрите. Торрес отдал. И что же? Удар. Кто же будет добивать? Некому. Роман Василюк проверил на прочность Панкратова. К сожалению, к сожалению. Наши крайки нападающие в лице Демешко. И Аргашева не поддержали этот наступательный порыв Романа Василюка. Ну, опытный Дмитрий Аснин убивает время. Не секрет ни для меня, ни для вас. Все понятно. Бресту нужны эти три очка. Нужно продвижение по турнирной таблице. И опытный Дмитрий Аснин убивает эти секунды. Ну что ж, друзья, я должен отметить, что сегодня еще два матча. Напоминаю, что вверху находится Гранит. Он играет в воскресенье, да, со славией. А сегодня динамовцы Бреста. Вот, смотрите, даже Панкратов вышел. Будет сейчас просто пихать туда в штрафную этот мяч. Да, все туда, говорит Борис. Борется Брещанин. Назаренко выносит мяч за пределы поля. И сейчас Гречишко, Павел Гречишко, говорит, идите все, я вброшу, я смогу. О, посылает он, и что же там идет передача. Это, безусловно, опасно. Мяч в воздухе, но никто его не контролирует. А вы видели? Вы это видели? Мгновенную реакцию черного паука Дмитрия Аснина. Браво, Дима. Браво. Ты спас, спас три очка для Бреста. Как изловчился игрок Белшины пробить. Просто поразительно. Когда ли ему пробить? Угловой. Выносят этот мяч. Это уже не футбол, это уже нервы. И вот он, свинальный свисток. Фиксирует победу Брестского клуба, который обходит гранит и поднимается все выше и выше. В свою очередь, хочу сказать, Белшине команда еще познает победы в этом чемпионате. Команда бегущая, играющая и волевая. Смотрим за картинкой. Я, в свою очередь, ваш комментатор Анатолий Леванюк. Редактор Анатолий Леваня Корректор А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...